Рязанцы могут пожаловаться на продавцов, которые не принимают новые купюры номиналом 2000 или 200 рублей. В Роспотребнадзоре работает горячая линия. Также жалобы можно направить в отделение Банка России. Специалисты банка объясняют, если в магазине у вас не приняли новые бумажные деньги, продавца можно серьезно наказать. За ущемление прав потребителей предусмотрен серьезный штраф. Отказ в приеме новой банкноте должен рассматриваться как противоправное действие, которое ограничивает права потребителей и препятствует заключению договора купли-продажи. Максимальный размер штрафа за это противоправное действие может составлять 50 тысяч рублей. Вероятно, в некоторых торговых точках отказываются убрать новые купюры, потому что они только входят в оборот и внешне сильно отличаются от привычных банкнот. У нашей съемочной группы проблем с оплатой покупки новой банкноты не возникло. На территорию Рязанской области новые деньги поступили в начале декабря. 200 бумажных рублей ярко-зеленого цвета и 2000 непривычного синего. Получились не только красивые, яркие, легко распознаваемые в кошельках, но еще и высокотехнологичные, потому что такого комплекса защиты нет еще не на одних купюрах. И я уже говорила, что можно этот продукт назвать инновационным, потому что при изготовлении этих купюр было использовано только патентов госзнака 15. И, конечно, лучшие мировые практики и мировые решения. На просвет, под наклоном и на ощупь. Целый комплекс элементов, которые определяют подлинность новых банкнот. 15 степеней защиты. Как известные россиянам, так и совершенно новые. На лицевой стороне купюры находится QR-код. Просканировав его с помощью смартфона, можно перейти на сайт Центробанка и там прочитать о защитных признаках новых купюр. А с помощью лупы на оборотной стороне можно увидеть мелкие графические элементы. На купюре в 200 рублей изображение растений и животных Крыма. В купюре номиналом в 2000 рублей впервые применен оптический переменный элемент. Это подвижное кольцо. То есть, если мы посмотрим в центр купюры, то увидим русский мост как раз на фоне золотого солнца. И там присутствует вот это вот подвижное кольцо. Кольцо делает купюру, если мы посмотрим, объемной. Кажется, что она толщиной полсантиметра. И при повороте купюры это кольцо начинает двигаться. То есть, впервые на банкнотах применен такой оптический переменный элемент. Обнаружить фальшивку поможет и специальное мобильное приложение. Называется оно «Банкноты-2017». Нужно навести камеру на лицевую сторону купюры и сравнять рамку на экране с краями банкноты. В итоге высветится положительный либо отрицательный вердикт. Алена Кукарева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».